Здравствуйте, я Дмитрий Шапкин. Это программа «В свете закона». В ней мы ответим на самые разные юридические вопросы, которые касаются жизни каждого. Это программа «Диалог с сотрудниками прокуратуры Тамбовской области», где мы озвучиваем реальные вопросы наших телезрителей. Спрашивайте, задавайте свои вопросы в прокуратуру области, а мы затем получим их в нашей студии и ответим на них же в эфирах наших будущих программ. Я представляю гостя нашей студии сегодня. Это прокурор Жердевского района Илья Яковлев. Илья Игоревич, добрый день. Добрый день. Тема нашей беседы сегодня, наверное, пару раз всего лишь за два года нашей передачи поднималась. Тема очень достаточно новая. Это конфискация транспортного средства как мера уголовно-правового характера в отношении злостных нарушителей правил дорожного движения. Все мы прекрасно знаем, что законодательство действует уже больше года. Законодательство действует в отношении тех людей, на которых уже другие меры воздействия, к сожалению, не влияют никак. Поэтому первый вопрос у нас будет такой. Кого законодатель отнес к злостным нарушителям правил дорожного движения Российской Федерации? Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать о том, что это очень актуально. То есть, как бы, уже действует это законодательство. То есть, люди, уже лишенные прав, тем не менее, каждый год все равно садятся за руль автомобиля. Это может быть как без прав, так и в состоянии алкогольного опьянения. Это очень опасно в перспективе, потому что, соответственно, это может привести к дорожным транспортным происшествиям с смертельным исходом. Поэтому, значит, законодатель все время усиливает и усиливает эту ответственность. К злостным в данном случае следует отнести водителей, которые ранее были привлечены к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. При этом были лишены права управления. И, опять-таки, несмотря на это, сели за руль и были остановлены сотрудниками ЕПДД, как я уже сказал, либо в состоянии опьянения, либо без прав. Какая ответственность предусмотрена за совершение подобных действий? За это деяние уже предусмотрена более серьезная ответственность. То есть в данном случае действия указанных лиц выходят из-под юрисдикции административных правоотношений. Это уже считается уголовным преступлением. Соответственно, в Уголовном кодексе Российской Федерации имеется несколько статей. Это статьи 264.1, 264.2 и 264.3. Значит, 264.1 – это предусматривает уголовную ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 264.2 – это повторное совершение грубых нарушений правил дорожного движения. То, как выезд на встречную полосу, превышение скорости свыше 60 км и 264.3 – это предусматривает уголовную ответственность за вывождение автомобилем без прав. То есть лицами, но которые были уже их лишены. Что представляет собой вообще сама конфискация транспортного средства? Конфискация транспортного средства, если дать общее понятие, это безвозмездное изъятие и обращение в доход имущества, в доход именно государства. А имущество в данном случае будет являться именно то транспортное средство, на котором бы было совершено данное преступление этим лицом. Все ли транспортные средства принадлежат конфискации? Нет. Законодатель у нас предусматривает конфискацию транспортного средства только тех, которые принадлежат непосредственно лицам, совершивших данное преступление. В данном случае, опять-таки, возникает сложность в связи с тем, что это может быть как совместно приобретенное имущество, то есть браки. Соответственно, как бы право собственности уже возникает как у этого лица, так и у второй его половины, супруга или супруги. Ну, в принципе, в данное время, как бы, складывается на эту тему определенная судебная практика в том числе. Вообще, если транспортное средство было продано после совершения преступления, вообще имеет ли право государство по закону конфисковать? Это вот как раз очень интересная тема. Несмотря на то, что уже было замечено, это действует около года, так сказать, конфискация транспортного средства, виновные лица идут на всякие ухищрения, то есть чтобы со своим имуществом не расставаться. В частности, как вы правильно заметили, то есть заключаются договора купли-продажи. То есть это может быть задним числом, это, соответственно, представляется либо в ходе расследования, либо в суд при рассмотрении уголовного дела по существу. И проблема здесь возникает именно в том, что право перехода собственности на движимое имущество, она как раз у нас и является фактом не перерегистрации, а именно заключения письменного соглашения в простой письменной форме. Но, однако, на эту тему уже есть судебная практика, которая складывается в чем? В частности, по некоторым регионам суды высказываются на тему, что данные сделки следует признавать мнимыми и, соответственно, применять последствия указанных сделок, то есть признавать их незаконными и, соответственно, так или иначе это транспортное средство конфисковывать. Есть иная практика, она заключается в чем? То есть у нас это также предусмотрено уголовным законодательством, это у нас статья 104 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть взыскивается с виновного лица стоимость того имущества, которое должно было подлежать конфискации, либо иное имущество тоже примерно на эту же стоимость. То есть даже недвижимость может конфисковаться? Да, да, да. Здесь как раз только заключается исключительно в том, чтобы стоимость была сопоставима. Допустим, с тем автомобилем, но это может быть не обязательно автомобиль, это любое транспортное средство, это может быть как мотоцикл, мопед, все что угодно. Трактор, экскаватор, все остальное. Трактор, экскаватор. Понятно. А вообще какие меры предусмотрены законодательством для обеспечения конфискации транспортного средства? В данном случае следует в первую очередь обратить внимание на то, что эти меры и их, так сказать, исполнение – это основная задача органов, ведущих предварительно расследование. В данном случае к этим мерам относится самое основное – это, так сказать, возбуждать ходатайство перед судом о, так сказать, наложении на указанное имущество запрета на совершение каких-либо действий. Отчуждение, перерегистрация и иное. То есть это как бы сейчас акцентируем на это внимание. То есть сразу с первых дней возбуждения уголовного дела, то есть эти меры все стараемся принять. И второе, чтобы даже, как уже было сказано, что очень чистые случаи, когда люди переоформляют автомобили с задними числями, то есть здесь в том числе в ходе предварительного расследования, соответственно, дать надлежащую оценку стоимости этого транспортного средства. То есть провести экспертизу, сколько она стоит, чтобы в деле эти были данные, чтобы суд при вынесении, соответственно, судебного решения уже ориентировался на эту сумму. Вообще существует ли какая-то альтернатива такой конфискации? Альтернатива этой, ну, такой конфискации, как я уже вот как раз и обозначил, это вот как раз денежная сумма, эквивалентная транспортному средству, либо иное имущество. Но, как бы, здесь вот именно нужно сделать акцент, что конфискация транспортного средства, это идет как дополнительная санкция, и она в данном случае, как бы, и законодатель, и суды, и в том числе органы прокуратуры настаивают на ее обязательном применении. То есть в любом случае при вынесении приговора данный вопрос будет решен. Вот понимаю, что практика правоприменения этого законодательства, она, наверное, совсем пока еще небольшая, но, тем не менее, вот в вашем Жердевском муниципальном округе за это время были вынесены решения по конфискации транспортных средств? Да, такие факты были, как я уже отмечал. То есть, как бы, число данных преступлений, в принципе, оно регистрируется ежегодно. Если взять территорию Жердевского района за истекший период, возможно, порядка, наверное, 10 таких уголовных дел. Это в большей части, естественно, связано с повторным управлением в состоянии опьянения, но есть и когда лица управляли просто уже ранее лишенные права управления. Вынесены приговора. Есть приговора, где именно транспортное средство виновного лица подлежало конфискации. Есть дела, где, как я уже обозначал, то есть, обвиняемые в суд приносили договора до совершения данного преступления, что автотранспорт переоформлен на иное лицо. Ну, как я уже говорил, практика складывается, и в судебных решениях, значит, было прописано конфисковать ту сумму, за которую был продан данный автомобиль. То есть, по сути дела, человеку все равно не отвертится. Эту сумму он заплатит. Да, не отвертится. Но чтобы он от этого, так сказать, понес законное и справедливое наказание, как раз в первую очередь нужно, чтобы на стадии предварительного расследования были собраны полные данные. То есть полные данные собственника имущества, его стоимости. Вот знаю, что очень часто вот эту меру применяют к тем нерадивым автовладельцам, автолюбителям, которые очень любят за руль садиться на трезвые. Наверное, самая страшная категория автовладельцев, которые рискуют не только своей жизнью, но и жизнями всех окружающих на дороге его людей. Вот что касается вашего округа муниципального. Вот среди тех нарушений есть подобные? И каков их процент? Ну, процент, вы правильно заметили, что это основной процент. То есть это преступление, предусмотренное статьей 264, прим. 1. Да, как я уже сказал, то есть за прошедший период текущего года возможно, наверное, около 10 дел из этой категории. И из них вот как раз по этой самой статье я думаю, порядка 7. То есть процент, ну, 70%. Илья Игоревич, я очень надеюсь, что подобных преступлений в вашем округе и вообще в нашем Тамбовском регионе год от года все будет меньше. Снижается у нас процент тех, кто садится за роль нетрезвым, действуют различные меры профилактики, которые проводит областной ГИБДД. К счастью, неуклонно, каждый год это количество становится все меньше и меньше. Я очень надеюсь, что вот подобная мера, она позволит, ну, немножко вразумить тех людей, которые любят после изрядных возлияний спиртного садиться, пытаться садиться за роль. Что они хотя бы этого, этой конфискации будут бояться, и хотя бы это их остановит. Ну, потому что есть преступления, которые ни в коей мере не должны быть, наверное. Не то, что растения вообще не должны быть, потому что это люди, это дети, это огромное количество людей, которые могут пострадать в подобной ситуации. Я очень надеюсь, что и случаев конфискации в округе вашем будет меньше, но и самих, в принципе, случаев, да, когда подобные нарушения выявляются, и когда подобные нарушения совершаются, будет меньше, потому что от этого зависит, ну, просто безопасность людей на дорогах и жизнь, и взрослых, и детей вообще, всех, кто передвигается на транспортных средствах. Спасибо вам огромное за ваши разъяснения, за ваши ответы. Думаю, наши телезрители очень много для себя почерпнут из них, и, наверное, многие очень задумаются после этой передачи, стоит ли повторять вот то, что делают некоторые, да, и лишаются своих транспортных средств, и рискуют чужими жизнями, и своей жизнью, в том числе на дороге. Спасибо вам огромное. Еще раз надеюсь, что в будущем мы с вами в студии нашей встретимся вновь, и вы нам расскажете о новых случаях, право применения, скажем так, вот этой поправки, вот этого законодательства вот в вашем округе. Я думаю, да. Я напоминаю нашим телезрителям, что свои вопросы вы можете задать в областную прокуратуру. Их оттуда, затем передадут в нашу студию, ну, а мы затем озвучим их в эфирах наших будущих программ. На этом мы завершаем нашу программу. Я прощаюсь. До следующей недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова